Вход на пробой один из самых эффективных способов открытия сделки, но одновременно и сложный. Поэтому сегодня разберем малоизвестные принципы, после чего вы перестанете совершать типичные ошибки большинства трейдеров. Но обо всем по порядку. Это Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. Трейдинг – это интересное, но опасное для вашего капитала. Путешествие, отнеситесь к нему максимально серьезно. Не игнорируйте предупреждения о рисках. А предупрежден – значит вооружен. Не забывайте, торговля на финансовом рынке может привести к полной потере депозита, а доход не гарантирован. Не приступайте к трейдингу, пока не научитесь сокращать риски и не подтвердите правильность своей торговой стратегии. В первой части расскажу о принципах входа в сделки, на пробой и на схемах в пошаговом режиме объясню, как и что делать и на что обращать внимание. Во второй части на практических примерах закрепим материал. Примеры будут в виде теста, так что вы сможете не только посмотреть примеры, но и проверить, как поняли тему. Для теста вам понадобится только бумага и ручка. В конце занятия подведем итоги. Те, кто захочет глубже познакомиться с темой занятия, могут скачать эту презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Также в группе есть много материалов по трейдингу в свободном доступе. Прежде чем расскажу, как открывать сделки на пробой, давайте разберемся, почему вообще возникла такая идея входить в пробой. Ведь вход в пробой – это покупать дороже или продавать дешевле. В чем логика? Давайте разбираться. Представьте себе небольшой рынок, на котором торгуют яблоками. Обычный осенний день и обычный урожай яблок. Покупатели ходят между лотков и торгуются. Где-то цена 40, где-то 50. Если покупатели видят одинаковые яблоки, то выбирают те, что подешевле, потому что нет смысла переплачивать. Если мы будем записывать совершенные покупки, ну или покупки и продажи, то увидим похожий график. Цена будет ходить в диапазоне от 40 до 50. Но вот случился неурожай яблок, и тогда из-за ажиотажного спроса цена достаточно быстро вырастет в несколько раз. Если бы мы не следили за урожаем яблок, тогда для нас сигналом повышения спроса стало бы преодоление ценой уровня 50. Мы рассуждали бы так. Раз цена вышла из рамок обычного диапазона, значит что-то происходит. Раз спрос повысился, значит надо купить раньше всех. И мы купим по цене выше 50, что в обычных условиях было бы неразумно. Но дело в том, что выход из диапазона как раз и говорит о том, что ситуация изменилась. Поэтому главный вопрос при входе на пробой, что нам подскажет, когда ситуация перестала быть обычной. Потому что распознав зарождение ажиотажного спроса, мы сможем раньше всех открыть позицию. Смотрите, если мы поймем, что сейчас цена вырастет, то нам нужно купить на текущих хаях. Посмотрим, как это можно сделать. Для начала хочу вас спросить, как думаете, если нам нужно открыть покупку, и мы выставим заявку Buy Limit в зеленой зоне, что получится? Подумайте и скажите, какой из вариантов правильнее. Первый вариант. Заявка будет ждать исполнения. Второй. Будет отвергнута, так как цена на покупку выше текущей. Третий вариант. Сразу исполнится по текущей цене. Ну и если ни один из вариантов вас не устраивает, выбирайте четвертый, что-то другое. Подумали? Напишите на листке ваш вариант. Правильный вариант будет третий. Заявка сразу исполнится. Напишите в комментариях, какой вариант выбрали вы. Получается, что лимитной заявкой открыть сделку выше диапазона не получится. Что делать? Для того, чтобы решить эту задачу, то есть купить дороже текущей цены, придумали делать следующее. К лимитной заявке добавили условие. Как только будет выполнено условие, брокер выставляет заявку по установленной нами цене. Такая заявка называется BuyStop. Если нужно продать дешевле текущей цены, используем заявку SellStop. Цена условия в обоих случаях располагается ближе к текущей цене. Итак, на текущий момент разобрались с тем, чем обусловлен вход на пробой и как войти в него. Нам осталось понять, как на графике увидеть зарождение ажиотажного спроса. Сначала посмотрим условия для входа в лонг. В таком случае лучше всего, если есть восходящий тренд. Тренд сам по себе не является критически важным условием возникновения ажиотажного спроса, но он дает подсказку, в каком направлении можем ждать пробоя. Остановка тенденции – хорошая предпосылка для формирования условия пробоя. Помните пример с яблоками? Там как раз перед возникновением ажиотажного спроса некоторое время были так называемые нормальные условия, то есть некоторое равновесие цены. А вот уменьшение амплитуды движения цены является критически важным условием для прибыльного входа на пробой. Та же схема для короткой сделки. Видим сужение волатильности, выставляем sell limit и на пробой входим в короткую сделку. Теперь пришло время закрепить материал на тестовых упражнениях. Для прохождения теста понадобится только лист бумаги и ручка. На выполнение каждого из 10 упражнений у вас будет примерно 7 секунд. Тест можно пройти в режиме норма, верный ответ дает 1 балл, а ошибка 0. Или в режиме повышенной сложности, когда верный ответ также приносит 1 балл, но за ошибку 1 балл списывается. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете себя оценить. Если в первый раз не получится, ничего страшно, пересмотрите ролик и в паузах делайте остановки. Используйте презентацию к этому видео. Презентацию можно скачать из группы ВКонтакте, учимся зарабатывать на бирже. Также приглашаю вас принять участие в моих бесплатных вебинарах, которые проходят каждые 2 недели в четверг на площадке Admiral Markets. Там вы сможете задать мне свои вопросы вживую. Ссылка для регистрации в описании к этому видео. Приготовили бумагу и ручку? Отлично! Задание. Используя критерии входа в пробой, найдите места на графике, где лучше всего входить в сделку. Если все понятно, тогда начали! Простой вариант. Думаю, многие его сразу увидели. Поставьте себе 1 балл. А этот вариант не факт, что нашли. Это вариант несостоявшегося пробоя вверх. Но все условия для пробоя были. Кто его нашел, добавьте себе еще 1 балл. Вы большие молодцы! Второй пример. Приготовились. Начали! Здесь все достаточно просто. Тренд, остановка, затухание волатильности и, как итог, импульс до ближайшего уровня. Третий пример. Здесь будьте внимательны. Пример немного сложнее, чем прошлый. Готовы? Начали! Первый участок, думаю, не вызвал сложности. Наверное, его увидели все. А вот второй, возможно, нашли не все. Хотя он очень характерен для входа на пробой. Обратите внимание, что цена потом вернулась к пробитому уровню. Поэтому так важно управлять сделкой, иначе даже прибыльный вход может привести к убытку. Четвертый пример. Кто увидел вход на пробой уровня, поставьте себе 1 балл. Кстати, в данном случае был хороший вход на откате. Увидели его? Если да, напишите, где бы вы входили. Пример 5. Кто увидел первый вариант для входа в пробой? Очень хорошо. Но это не все. Здесь еще есть вариант для потенциального входа в пробой. И это не все. Третий вариант лучше предыдущих, так как цена показала явное сужение диапазона. Удалось увидеть все три варианта? Напишите об этом в комментариях. Шестой пример. Очень хороший вариант для входа. Есть ярко выраженный тренд, остановка и сужение волатильности. Тоже вариант. Кто его нашел, поставьте себе 1 балл. Этот случай слабее, так как тренд уже не такой сильный. Пример 7. Согласитесь, от такого входа дух захватывает и воодушевляет, потому что входили строго по всем правилам. Кто увидел этот вариант, специально выбрал так, чтобы график не показывал продолжение. Потому что если вы все правильно поняли, то должны были войти и найти это место до того, как цена пробила уровень. Но и это еще не все. Подумайте и напишите, в какой промежуток времени был еще вариант для входа в пробой уровня. Восьмой пример. Увидели? Очень хорошо. Поставьте себе 1 балл. Обратите внимание, что после длительной консолидации пробой приводит к сильному движению. Девятый пример. Были условия для входа? Да. Но они не привели к эффектному продолжению. Это нормально. Не все сделки бывают эпичными. Зато второй вариант привел к хорошему движению. Трейдер должен отрабатывать все сигналы, иначе можно пропустить вход, дающий хорошую прибыль. Друзья, мы на финише. Последний пример. Готовы? Начали! Отличный вариант для входа. Кто его определил, поставьте себе 1 балл. Как думаете, где на этом графике есть еще уровень, пробой которого спровоцировал стремительное падение. Сейчас сделайте паузу и просуммируйте набранные баллы, потому что мы переходим к подведению итогов теста. Если вы набрали 3 балла или меньше, сделайте паузу и пересмотрите ролик. Скорее всего, вы спешили и не дали себе времени подумать. Если вы набрали от 4 до 7 баллов, неплохо, но можно еще все внимательно проработать. У вас есть хороший запас для дальнейшего роста. Если ваш результат в пределах от 8 до 13, это хорошо, но и его можно значительно улучшить. Если вы набрали 14 баллов и выше, поздравляю, это отличный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить, используя приемы из этого урока на других графиках. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях, напишите комментарий, расскажите, сколько баллов вы набрали в тесте с первого раза. Подписывайтесь на канал Admiral Markets и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok